Какие еще у вас есть замечания? Ну и наконец, товарищ Исаев меня очень сильно удивил. Чем он удивил? Он говорит, что естественно не все рабочие ехали с заводами в эвакуацию, где-то до 15%. Во-первых, в эвакопланах было написано, что вывозятся в первую очередь квалифицированные рабочие. Какой смысл везти подсобников? Подсобников можно найти на новом месте. Среди тех же женщин и подростков. И из подростков можно быстро подготовить рабочих 3-4 разрядов, как собственно и делалось. Он сказал, что многих рабочих съедала мобилизация в народное ополчение, чем меня сильно удивил. Потому что уж он-то должен бы знать, что народное ополчение – это добровольцы. Никакой мобилизации в народное ополчение не было в принципе. Но другое дело, что военкоматы могли, конечно, не следить, кто к ним идет. Во второй части того же романа «Стали и швак» там один парнишка поехал уже с Урала на фронт, убежал. По пути попались ему солдаты-фронтовики, которые ехали из госпиталя. Они его так накрутили. Что ж ты, сволочь, бежи с трудового фронта. Зачем ты нам там нужен? Ты нужен у своего Мартына, что он вернулся обратно. Но я думаю, что когда формировались эти дивизии, там немец уже стоит, они не очень смотрели, что пришел к ним рабочий шестого разряда. Молодец, крепкий мужик, на тебе винтовку. Хотя обязаны были смотреть. Но это опять же частные случаи. Не более того, это не система. Там опять же, я же говорю, вывозили не всех. В первую очередь вывозило самое лучшее, дорогое, точное, тонкое оборудование, самые квалифицированные кадры. Везли их семьями, естественно, чтобы ни у кого там голова не болела. Во второй очереди, там менее ценное, менее тонкое оборудование и менее квалифицированные кадры. И так вот сколько могли. А все, что осталось, все взрывалось. Причем у нас есть совершенно замечательная книга, она уже на сей раз петербургская. «План Д в Ленинграде». Это, конечно, третья часть обакоплана, но я не думаю, что там третья часть сильно отличалась от той же второй. И там очень четко, очень тонко расписывается, как это все происходило. А происходило это так. В сентябре приехал заместитель Берия Меркулов. Причем он не просто готовил заводы к взрыву. Идет меркомиссия чекистская на завод экономического отдела. Все смотрит. Значит, дает рекомендации, что... Кстати, так-то надо переформатировать производство, чтобы оно лучше работало. Вот такую-то часть, таких-то запасов можно увезти на такой-то завод. То есть они давали полные рекомендации по оптимизации производства, перераспределению запасов полностью. Ну и готовили к взрыву. Причем были там некоторые моменты, например, что вот если мы будем взрывать вот этот огромный аккумулятор, могут пострадать люди, поэтому людей из ближайших домов надо обязательно отселять куда-то. Вот до такого уровня. И занимались этим, соответственно, занимались этим на районном уровне тройки. Это партийное руководство, чекистское руководство и военные. Но военные очень быстро оттуда исчезли. То есть занимались им фактически партийцы и чекисты. И причем каждая из сторон этого дела имела собственное право отдавать команду. Но приводиться в исполнение команда должна была только если обе структуры их отдали. Вот по этому поводу у нас очень интересно, возвращаясь назад, реорганизация НКВД в феврале 41-го года. Там была очень странная реорганизация. Взяли этого огромного монстра НКВД и зачем-то разделили на два наркомата. НКГБ и, собственно, НКВД. Причем разделение было чисто декоративное. Поскольку они через месяц после начала войны соединились снова без малейших организационных трений. Чисто декоративное. Я посмотрела, что же реально произошло. Ну, кроме того, что особое дело передали в наркомат обороны, но это не разговор этого ролика, а произошел только один момент. Главное экономическое и главное транспортное управление были расформированы полностью. При этом секретные отделы на предприятиях все остались и были переданы в подчинение НКГБ. А, например, главное в экономическом управлении по промышленности товарищ Мешик пересел на пост наркома госбезопасности Украины. И зачем это было сделано, если не в порядке подготовки к эвакуации заводов, я вообще не понимаю. То есть, по-видимому, эти структуры были завязаны теперь уже не на экономическое управление, а непосредственно на руководство органов. И, кстати говоря, экономическое и транспортное управление через тот же месяц после начала войны были снова воссозданы. И без малейших трений. Вот мгновенно. Щелк и заработали. Реальные реорганизации так не делаются. Это было, естественно, и для соблюдения секретности, и для организационной подготовки. В общем, Лаврентий Павлович знал, что делал.